Отлично. Так, все, вижу, что меня слышат. Еще раз всем доброго утра. Меня зовут Мауш Алексей, и добро пожаловать на наш вебинар по направлению Египет. Сегодня мы с вами рассмотрим наши основные и любимые отели, которые у нас есть на побережьях курорта Хургады и курорта Шарм-эль-Шейх. И давайте по традиции идем к нашей полетной программе. Наша полетная программа из Москвы летает до аэропорта Шарм-эль-Шейха и аэропорта Хургады на компании Red Wings. Летаем мы до Шарма 4 раза в неделю и до Хургады 5 раз в неделю. Кстати, виз все то же самое, никаких изменений, все так же 25 долларов, которые вы оплачиваете на месте, когда прилетаете в аэропорт Хургады. И все так же работает Синай-Онли, когда вы прилетаете на курорт Шарм-эль-Шейха и не хотите уезжать за его пределы, а хотите только находиться на Синайском полуострове. Поэтому можете сказать на месте Синай-Онли и никаких 25 долларов оплачивать не надо. Вам ставится просто штамп, что вы будете находиться только на территории Синайского полуострова. Поэтому, когда вы приезжаете в Шарм-эль-Шейх, говорите своим туристам, чтобы они, может быть, заранее спланировали свои экскурсии. Потому что вдруг, если они из Шарм-эль-Шейха захотят поехать, допустим, на экскурсию в Каир, к пирамидам Гизы, то, конечно, здесь нужно им заранее предупредить, чтобы они по прилету покупали визу. Тогда они смогут поехать в Каир. В противном случае, к сожалению, будут удовольствоваться только теми экскурсиями, которые предлагаются на территории Синайского полуострова. Вот такой вот момент. Как раз касательно экскурсии, в принципе, много времени здесь не будем задерживаться. Все также по классике, никаких изменений нет. Одни из самых популярных экскурсий, конечно же, это морские экскурсии. Что в Кургаде, что в Шарм-эль-Шейхе, наверное, в большей степени. Это актуально в Кургаде поездки на различные коралловые рифы, посмотреть на безумно красивый подводный мир Красного моря, насладиться всей этой красотой, как просто плавая над поверхностью с маской и с трубкой. Также, конечно же, и дайвингом. Это все, конечно же, доступно, и, собственно, многие туристы ради этого прилетают в Египет. Для более таких туристов, которые не хотят мочить даже голову или, допустим, с семьями, с детьми, очень популярны такие лодки с прозрачным дном, где можно посмотреть всю красоту подводного мира Египта, не заходя прямо в воду. Конечно же, для любителей экстрима также доступны экскурсии на квадроциклах по пустыням. Опять же, что в Кургаде, что в Шарм-эль-Шейхе достаточно такая в целом лайтовая экскурсия. Могут принять в ней участие абсолютно все, потому что, конечно, скорости здесь практически нет. Туристы двигаются дружной колонной, друг за другом, с определенной скоростью, поэтому что-то экстремального здесь нет, зато виды, конечно же, открываются красивые. Ну и если туристы любят испачкаться пылью, то это в самый раз. Если вдруг хочется больше экстрима, то это можно сделать более индивидуально. Это обсуждается с гидом заранее и делаются небольшие группы, где-то до четырех квадроциклов, и там вы уже по своему маршруту на скорости гоняете. Конечно, это намного более интереснее, поэтому, если что, так же это можно сделать. Ну и, конечно же, конько Египет без своих древностей, достопримечательностей. Наверное, самая популярная экскурсия из относительно близлежащих к оккурсам Сахургады, конечно же, это поездка в Луксор, посмотреть на Карнакский храм, увидеть реку Нил, возможно, прокатиться по ней, посетить множество других храмов, допустим, храм Царицы Хадшипсут и много-много-многое другое. Конечно же, впечатлиться это прям действительно. Стоя того, от Хургады, опять же, в зависимости от курорта Хургады, где туристы будут находиться, ехать где-то от трех до четырех часов, округляем до четырех часов в Луксор, в целом это достаточно комфортная экскурсия и по времени, и по озадраченным силам. К примеру, допустим, если туристы хотят поехать в однодневную экскурсию на Пирамиды, то здесь, конечно же, будет намного дольше, несмотря на то, что сделали большую такую хорошую платную дорогу, которая соединяет Хургаду с Каиром, которая не протекает вдоль побережья, как было раньше, все равно порядка пяти-шести часов, наверное, все-таки шести больше часов, ехать до Каира по этой дороге, и, конечно же, это достаточно утомительно, но, конечно, если очень-очень хочется, то, думаю, туристам это время пройдет очень быстро, потому что пейзажи там красивы, несмотря на то, что вроде как пустыня, но на самом деле ничего подобного, очень много различных скал по пути встречаются, различные каньоны, в общем, есть куда посмотреть, куда опустить свой взгляд, ну и, конечно же, невероятная мощь и история древних пирамид Гизы, Каирского музея, то есть все, конечно, обязательно будет, и, конечно же, питание с ресторана с видом на пирамиды, в общем, куча классных фоток во время экскурсии на пирамиды, конечно же, туристы смогут сделать, и действительно, место впечатляющее, поэтому, мне кажется, каждый турист, приезжающий в Египет, хоть раз должен съездить на экскурсию на пирамиды, поэтому мой большой совет, обязательно, не сидеть только на территории отеля, ну и съездить, познакомиться с культурой. Уверен, что многие туристы, несмотря на то, что бывали много раз в Египте, эти сопримечательности им, возможно, и не видят. Касательно климата, ну, все мы прекрасно понимаем, что сейчас лето, и в Египте действительно становится очень жарко, но, несмотря на все, к примеру, вот самое приятное, то, что влажность воздуха, допустим, в один из самых жарких в ближайших наших месяцах, это июль, где-то 20-30%, поэтому, несмотря на то, что действительно погода, жаркое солнце жарит в теньке, достаточно комфортно, приятно, поэтому, прячась под зонтиками, туристам будет достаточно комфортно отдыхать. Ну, и, конечно же, не стоит забывать, что нужно взять с собой крема от загара, взять, конечно же, кепки, шапки, шляп, панамы и так далее, может быть, какие-то платочки, особенно, когда вы отправляетесь на экскурсии, чтобы солнышко египетское, оно... Поэтому всегда, на всякий случай, прикрывайтесь. В целом, конечно же, вся инфраструктура Египта, она в большей степени довисит от солнца, и, конечно же, когда туристы приезжают, допустим, в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, больше активности наступает с момента заката, потому что уже становится достаточно комфортно для того, чтобы гулять, и, в принципе, вся инфраструктура, которая расположилась для туристов на территории курортов, она открывается. И, собственно, в принципе, египтяне, они сами по себе такие ребята, которые, ну, мало того, что немножко ленивые, все мы это прекрасно знаем, вот, ни для кого не открытие, и как раз они начинают свою активную торговую деятельность, как раз бежит вечер, когда туристы начинают выходить из своих отелей для того, чтобы прогуляться. Итак, начинаем мы наше путешествие небольшое по Египту с Хургады, самый первый курорт Египта, расположился у нас на Красном море. Хургада славится своими, конечно же, пляжами. Конечно, есть места, где можно посмотреть, посмотреть на коралловые рифы, на рыбок, но в большей степени, конечно, Хургада в меньшей степени, ну, уступает в плане доступности коралловых рифов рядом с отелем, конечно, Шарм-эль-Шейху. Но, тем не менее, есть зоны, есть отели, где можно посмотреть прямо возле отеля и уступать, конечно, Шарм-эль-Шейху чуть-чуть, может быть, но будет. Ну, и, конечно же, никто не отменяет поездки на корабликах для того, чтобы посмотреть более обширные рифы. Итак, до курортов расстояние вы видите на слайде. На следующем слайде мы с вами чуть подробнее, в общих словах поговорим про сами курорты. Конечно же, мы начнем с Эль-Дахара. Эль-Дахар – это, можно сказать, старая Хургада, центр такой жилой Хургады. Здесь расположились рынки, здесь расположилось также много, достаточно колоритных мест. Здесь намного дешевле, чем в зонах при отелях, естественно, поэтому отправляться туда для колорита, за колоритом, конечно же, обязательно нужно. Здесь нужно будет торговаться, если, допустим, вашим туристам не очень хочется торговаться. В принципе, есть, конечно же, и район Сакава, хотя там тоже стоит поторговаться. Но район Эль-Дахара – это прям такой колоритный египетский район с рынками и возможностью ощутить все это на себе. Сакава – это более такой туристический район, это туристический центр. Здесь, когда туристы выходят с территории отеля, практически сразу через дорогу находится множество различных кафешек, магазинчиков, сувенирных и так далее и тому подобное. Здесь туристы будут чувствовать себя комфортно. Ценей, конечно, здесь будет побольше, но все это будет находиться рядом с отелями, поэтому никуда ехать не надо, все, пешей доступности, поэтому, если вдруг устали от еды в отеле, можно прогуляться и что-то покушать на улице. В принципе, конечно же, Сакава этим как раз славится. Также в Сакале есть рыбный рынок очень известный, поэтому, если вдруг туристы захотят прям что-то такого прям свеженького и вкусненького, то можно купить там, конечно же, с утра свежую рыбу или морепродукты и, допустим, попросить на ресепшене либо в ресторане-отеле, чтобы вам приготовили за небольшие вознаграждения, за небольшие чаевые, вот и у вас будут свежие морепродукты, которые только что плавали в Красном море. Марина Бэй – это небольшой, но достаточно современный такой участок гады, это набережная, которая очень современная, небольшая по протяженности, где-то порядка 15-20 минут тихо, спокойно по ней можно пройтись. Очень популярна она во время заката, потому что солнышко уже не так припекает, и, конечно же, после заката здесь расположилось множество различных кафешек, ресторанчиков, достаточно с хорошим уровнем сервиса, и, конечно, сюда приехать прогуляться, почувствовать себя не совсем таком типичном для вас для туристов в Египте стоит обязательно, особенно если вдруг туристы не были, то заглянуть сюда обязательно стоит. Едем с вами дальше, и один из самых таких, можно сказать, вип-курортов – это Сахарь-Хашиш, достаточно большой курорт с отдельной такой зоной, где даже есть КПП на въезд. Там расположились хорошие отели 5, есть несколько четверок. Не все отели как раз входят в эту замечательную бухту, которая есть на фотографии, но будет у нас здесь отель, который находится именно здесь. Здесь прекрасный заход в воду, очень хорошее лазурное море, прям действительно настоящий рай, райский уголочек между пляжем и отелями. Располагается небольшая набережная, которая как раз разделяет, собственно, отель и пляж. Несмотря на то, что пляжи находятся, в частности, у отелей все равно, вот эта пешеходная зона, она будет их разделять. По ней вечерами можно будет проехаться на велосипеде, прогуляться. Есть небольшие кафешки, тоже на территории различные, там всякие стоят фургончики с мороженым и так далее. То есть здесь есть куда выйти, ну, грубо говоря, на набережную прогуляться, но за территорией отеля практически никакой инфраструктуры нет. То есть Сахарь-Хашиш, он находится уже далековато, километров 20, наверное, от центра Хургады. И за территорией отеля инфраструктура практически нулевая. Макади-Бэй. Макади-Бэй тоже всем вам известный курорт. Отлично хочется сказать, что здесь располагается один из лучших коралловых рифов на территории Хургады. Здесь можно и хорошо поснорклить, можно и отдохнуть на отличных пляжах. Поэтому Макади-Бэй – это такое универсальное место, которое подарит туристам и отличный отдых на хороших пляжах, и, конечно же, разнообразный мир Красного моря. Но за территорией отеля, опять же, инфраструктура практически нулевая. До центра Хургады ехать порядка 25 минут. Многие отели делают трансферы. Некоторые платные, некоторые бесплатные. Но где-то туда-обратно стоят порядка 10 долларов на человека трансферы. Есть расписание в отелях, поэтому отправиться в старый город, допустим, гулять в Эль-Дакар или в Сакау можно абсолютно спокойно. Сома-Бэй, Сафага – это уже такие дальние регионы. Можно их, конечно же, относить к Кугаде. Но они находятся где-то порядка в 40-60 километрах от центра города, поэтому я думаю, что можно, в принципе, их назвать просто какой-то пригород Хургады или прилет, грубо говоря, в аэропорт Хургад. Дальше мы отправляемся в Сома-Бэй и в Сафагу. Здесь уже достаточно расположились отели, нацелены на релакс, на отдых. Здесь прекрасные пляжи, здесь хороший заход в воду, коралловых рифов здесь присутствует, но в меньшей степени. Это отдых для любителей романтичного отдыха, спокойного, чтобы их никто не трогал. За территорией отеля нет никакой инфраструктуры, то есть это такой, в общем, такой умиротворенный отдых в хороших отелях 5 звезд. И район Эльгуна, достаточно новый район, он расположился в северной части Хургады, называют его также египетская Венеция. Много различных каналов, на них расположились частные виллы и некоторые отели. Сюда также привозят, как на экскурсии, также туристы сами могут приехать покататься, допустим, на лодках как раз между, по местным каналам. Очень интересное, на самом деле, место. Многие туристы, которые даже достаточно часто приезжали в Хургаду, даже тут не были, поэтому для, мне кажется, всех туристов стоит сюда приехать чисто для того, чтобы познакомиться и как-то раскрасить свой, допустим, досуг. Ну и начинаем мы наши отели. Первый отель у нас расположился в самом туристическом центре Хургады, прям недалеко от аэропорта, ехать до этого отеля 10 минут. И, конечно же, это Риксос премиум Магайвиш Силсон Вилос, один из лучших отелей Хургады и Египта. Расположился он на прекрасном побережье, шикарный белоснежный пляж, хороший заход в воду. Есть, конечно же, лежаки, кабаны, отдых здесь, конечно же, получится у туристов отличный. Отмечу, что здесь нету кораллового рифа, точнее он есть, но находится далековато, вот здесь он расположился. Все обещают, они им уже несколько лет, что будут отправлять туда кораблики, которые будут туристам показывать красоты Красного моря, но пока все еще так и не сделали, поэтому кораллового рифа здесь, как такового, доступности нет. Но прекрасная территория, отличный сервис, работает по системе питания ультра-инклюзив и Риксос премиум. Что это значит? Концепция предлагает напитки импортного производства, то есть здесь вы можете познакомиться с иностранными напитками, то есть в большей степени, наверное, точнее во всех отелях, кроме отелей сети Риксос, в Египте предоставляются только напитки местного производства, то есть это водка, виски, рома и так далее. Есть премиум напитки местного производства, есть обычные напитки местного производства, но иностранных известных брендов практически нигде найти именно, которое включено в концепцию, all-inclusive, нет, нельзя. Здесь можно, конечно же, здесь в первую очередь, конечно же, подается иностранный алкоголь, поэтому для туристов, которым это очень важно, Кургаде, насколько я помню, это один из, может быть, двух отелей, которые делают подобного. Вот поэтому в плане, конечно же, винной карты, коктейльной карты, здесь все потрясающе, очень вкусно и всем абсолютно советую. Конечно же, в плане инфраструктуры есть у отеля две зоны, можно так сказать, зона, где расположились все активности, то есть это рестораны, рестораны а-ля карты, главный ресторан, сам пляж и так далее. Вы можете видеть вот эти зоны как раз на этих фотографиях и спальная зона, где как раз расположились либо корпуса, либо вот такие маленькие корпуса типа бунгало. Они расположились в правой части, то есть, в принципе, отель не могу сказать, что прям супер какой-то там веселый и активный, но, тем не менее, здесь туристы будут спать спокойно, даже когда будут какие-то вечеринки и какие-то громкие там мероприятия проводятся на территории отеля, спальное место, все находится, спальная, так скажем, зона находится по отель вот этого всего. Вот, ну и, конечно же, питание одно из самых лучших, огромные выборы морепродуктов, мяса и так далее, поэтому отель действительно лучший в Кургаде, и его можно абсолютно спокойно рекомендовать. Прекрасное место, абсолютно рекомендую. Вот в прошлом году было у нас здесь мероприятие, думаю, многие из вас уже там побывали, либо слышали о нем, поэтому Rixos Premium Magavish мы очень-очень любим и вам советуем, конечно же. Следующие два отеля – это отель Sintida Mamluk Palace Resort и Sintida Garden Resort. Почему мы их называем сразу же вместе? Потому что они находятся друг рядом с другом, и можно пользоваться территорией обоих отелей и, собственно, всей инфраструктурой. Начнем мы с Sintida Mamluk Palace. Очень клевый, стильный отель, выдержан в таком восточном арабском стиле. В стиле прекрасные номера, достаточно такие, в принципе, современные, новые, комфортные, очень, опять же, тоже выдержанные в этом стиле. Множество различных ресторанов а-ля карт, ресторанов, в случае баров. Прекрасный пляж с хорошим заходом в воду. Есть также понтон для тех, кто хочет сразу же нырнуть и окунуться. Пляж достаточно большой, но очень плотно забит лежаками, но в целом всем абсолютно спокойно хватит. Есть также все для детей, детский клуб, площадки и так далее. Поэтому выбор отеля отличный, очень хорошие по нему отзывы. И визуальная составляющая у него, конечно же, отличная. Касательно Sunrise Garden Beach Resort, он расположился, ну, если мы посмотрим на эту фотографию, да, здесь слева у нас Sintida Mamluk Palace расположился. И вот за правыми корпусами уже здесь расположился у нас Sunrise Garden Beach Resort. То есть вот они по этой стороне ироничат. Зеленые отели с большим количеством зелени, пальмы, есть свой аквапарк. Здесь номера немножечко чуть более усавшие, как мне показалось, но все равно территория очень-очень приятная, зеленая. Даже на фотографиях сложно передать, насколько оно действительно прекрасное, приятное и зеленое. Отлично сочетаются вот эти два отеля друг с другом, когда хочется, допустим, прогуляться по зелени, можно пойти погулять в Sunrise Garden Beach Resort, когда хочется там вот восточного колорита, можно пойти прогуляться по отелю Mamluk Palace. Хочется отметить, что так как у туристов есть возможность пользоваться территориями и инфраструктурой обоих отелей, это прям действительно очень классно, потому что каждый найдет для себя где-то вкуснее кухню, где-то лучше ресторана La Carte. И, конечно же, такой большой выбор – это всегда достаточно хорошо. Хорошо. По отзывам заметил такой момент, что вроде Sunrise Garden Beach больше жалует кухню, чем Сентида Mamluk, но в целом везде она достаточно хорошая. В целом в Египте в таких классических пятерках какой-то там прям от кухни ожидать чего-то сверхъестественного абсолютно не надо. То есть, в принципе, к середину отпуска вы уже поймете ваши любимые блюда в отеле и будете их брать. То есть, в принципе, несмотря на то, что отель 5 звезд, выбор блюд, он не всегда такой, как многие туристы ожидают. Поэтому имейте это в виду. И, конечно же, такое разнообразие, как в этих двух отелях – это большое-большое преимущество. Вот. Поэтому здесь туристы получают два отеля по цене одного, можно сказать. Следующие отели – Альбатрос White Beach Resort. Еще раз буквально напомню, здесь в отеле Sunrise Garden Beach есть достаточно большой аквапарк. На территории Санитиды Мамлюк нету аквапарка, поэтому все туристы пользуются как раз аквапарком, который расположился в Sunrise Garden. Поэтому, в принципе, для, может быть, детского отдыха, для детей лучше выбирать, конечно, наверное, может быть Sunrise Garden за счет того, что ближе находится аквапарк. Итак, Альбатрос White Beach Resort – это, на самом деле, очень клевый отель. Расположился он в самом туристическом центре. До всех активностей и всей инфраструктуры за территорией отеля вообще никуда идти не надо. Все находится рядом. Это вообще прекрасный действительно отель, отличный, одна из самых, наверное, таких хороших пятерок, которые по цене и качеству. У него прекрасная кухня, прекрасные рестораны, как буфет, так и рестораны а-ля карт. Хорошая территория, очень подойдет для отдыха с детьми, потому что для детей здесь большая инфраструктура, очень активная анимация. Хороший пляж, хороший заход в воду, достаточно свежие, приятные номера, территория тоже свежая, то есть все так стильненько. Внутренний интерьер, собственно, отеля в корпусах тоже очень приятный, все таком классном стиле, все сделано, поэтому его прям с большим удовольствием рекомендуем. Очень приятные номера, все достаточно современное и прям очень-очень-очень было приятно наблюдать за всей инфраструктурой отеля, потому что отель прям действительно очень-очень хороший, очень приятный. Вот, касательно, мне кажется, можно так сказать, всех зон, они выполнены в различных стилях, с использованием разных дизайнов, стилей, но все равно они как-то все сочетаются друг с другом, и это прям действительно приятно. Вот, очень много, опять же, различных зон, как игровых для детей и для взрослых, множество баров, есть кабаны, отличный отдых с детьми, мини-гольф, есть спа-центр, ну, в общем, весь-весь-весь набор, все есть, очень-очень рекомендуем. Это действительно замечательный отель, прям, там, хочется туда поехать отдохнуть. Едем с вами дальше, далее тоже у нас ждет туристический центр. Очень большой отель, с большой территорией, она достаточно вытянутая территория. Я бы разделил бы по своему такому впечатлению на две зоны. Первая зона – это зона при ресепшен, очень, опять же, классная, очень красивая, современная, хорошая. И вот зона вокруг, собственно, это главного здания ресепшена, там расположился такой вот, можно сказать, инфинити-бассейн с видом на ленивую речку и дальше на море. Зоны для отдыха, спортбар с огромным экраном, где можно посмотреть спортивные трансляции, собственно, лобби-бар и главный ресторан. Дальше достаточно длинная такая зона, где туристы направляются в сторону пляжа, по бокам расположились двухэтажные корпуса. В целом корпуса делали косметический ремонт относительно недавно, они действительно стали очень приятными. Но территория немножечко, вот как раз на этой зоне была такая, немножечко обшарпана. Ну, в целом ничего критичного, где-то просто расколота плитка, где-то ту, где-то сё, но в целом территория достаточно приятная и большая. Можно прокатиться по ленивой речке на кораблике, который как раз довезет вас практически до пляжа. Единственное, что мне здесь, правда, не очень сильно понравилось, это пляж. Пляж, он расположился в лагуне и он какой-то достаточно закрытый. То есть, если вы можете посмотреть, увидеть на пляже вот такой вот пирс, он с правой стороны такой пирс, он как будто параллельно идет к пляжной линии. И здесь еще один пирс, он идет перпетикулярно. То есть, в принципе, волн здесь вообще нет. Вот, то есть, заход в воду достаточно хороший. Вообще, вы сидите в большой-большой такой лагуне, не чувствуется, что вы находитесь в открытом море. То есть, для многих туристов, мне кажется, ощущение открытого моря – это очень важно. И когда мы приехали сюда, я помню, как раз был наш первый день, и вот как-то очень нам не хватало того, что ощущение, что мы вроде в море, да, а вроде нет, какой-то большой бассейн. Вот, но пляж, опять же, достаточно большой. Есть пляж и бар прямо слева на входе возле пляжа. И достаточно много-много очень лежаков для отдыха, всем найдется место. Ну, вот такой вот момент с пляжем, с моими комментариями, я вам дал. В принципе, для туристов, которые хотят, естественно, окунуться в море, можно пройтись по пирсу и там как-то нырнуть и паться спокойно в открытом море. Но вот возле пляжной линии такого, к сожалению, нет. Касательно питания, здесь питание, опять же, классическое питание в египетских отелях. То есть, как бы, выбор не огромный, но все достаточно хорошо, можно так сказать. Вот, но чего-то супер-мега, какие-то изысков здесь, по крайней мере, на буфете вы точно не найдете. Едем дальше. Дальше. Следующий отель расположился в Сахар-Хашише, но, опять же, Сахар-Хашише – это не та зона Сахар-Хашише, которая разделена вот этим набережной. Это отель Хуругада Лонгбич. Раньше, возможно, вы его знаете как Хилтон отель. Что касательно отеля, это четверка. У отеля просто огромнейшая территория. Если честно, она прям, вот, не знаю, я не очень люблю отель из большой территории, где нужно ходить постоянно, да, куда-то туда-сюда. И, конечно, этот момент здесь прям очень, ну, меня лично напрягал постоянно туда-сюда ходить. Отмечу, что здесь ездят в баги по территории отеля, но очень, очень, опять же, долго они едут, объезжают по всей территории, особенно, если вы находитесь, ваш, то есть, жил в виллах. Виллы, они находятся, ну, честно говоря, на отшибе. И вот даже поездка на баги, она занимает, ну, где-то минут семь, наверное, в одну сторону. Плюс очень не такие, ну, не очень хорошего качества дороги, по которым ездят здесь баги, то есть, постоянно трясет какие-то колдобины. И туристы постоянно подпрыгивают вверх-вниз и, как бы, вот, либо ходить пешком, либо, собственно, ездить на баги по вот не таким самым приятным, приятным дорогам. Касательно Wi-Fi, Wi-Fi здесь достаточно отвратительный, работает он на, только в общественных зонах, на ресепшене и возле бассейна. Поэтому имейте здесь в виду, лучше взять мобильный интернет, купить сим-карту. В принципе, с Wi-Fi в Египте достаточно проблематично, поэтому лучше не поскупиться и взять сим-карту, хотя бы там просто доехать до отеля, выйти и уже взять сим-карту. За территорию отеля, ну, инфраструктуры по минимуму, к сожалению. В целом, это достаточно неплохая четверка, но немножечко подуставшая, ну, как немножечко, достаточно подуставшая. Здесь, в принципе, достаточно активная анимация, множество различных зон для отдыха и для релакса. Есть зона без детей, к примеру, то есть там можно прийти отдохнуть, там тихо, спокойно. Есть аквапарк, есть множество различных других анимационных плюшек, но в целом достаточно, вот это все разбросано, опять же, по всей территории отеля. И добраться туда-сюда, конечно, быстро не получится. Номера, в целом, они достаточно классические, немножечко уставшие, старая достаточно мебель. Вот, то есть это, в принципе, достаточно такой бюджетный отдых. Но, опять же, отмечу, что здесь прекрасный пляж, хороший заход в воду. Опять же, для любителей достаточно больших и зеленых территорий здесь есть где разгуляться. Поэтому для туристов, которым нравится пройтись вдоль пальмы и зелени, то, конечно, отель подойдет. Но отель действительно немножечко подуставший. Вот, едем с вами дальше. И следующий отель – это Тропители Сахальхашиш, который уже расположился вот в той самой, можно сказать, современной и лакшери зоне Сахальхашиша. Отель очень-очень-очень клевый. Он мне безумно понравился. Он небольшой сам по себе по его территории. Буквы «П», то есть корпуса, они вот находятся вот так, можно сказать, подковой. Вот, и вся, собственно, территория расположилась между ними. Но, тем не менее, очень комфортная, очень уютная зеленая территория, множество различных активностей. Также все есть для детей. Очень приятные и комфортные номера современные с прекрасными видами. Достаточно хорошая кухня, разнообразная кухня. Очень прекрасный вообще пляж. Это просто отдельная тема. Здесь отличный заход в воду. В самом начале идет небольшая такая буквально каменная корочка. Она вот прям сантиметров 10, наверное, толщиной. И дальше уже все. Белый песочек, который лежит и без всяких там камней и так далее. Вот, есть несколько, то есть туристы заходят и спокойно купаются. Вообще, очень-очень-очень клевый пляж с белым песочком и с лазурной водой. Есть спонтон, поэтому можно зайти не только с берега, но и с пирса. Есть небольшой бассейн с горками. Это не аквапарк, там их буквально штуки 4. Но, тем не менее, есть. И это уже большой-большой плюс. Достаточно активная детская анимация, детские комнаты есть. Есть здесь зона для игр PlayStation, для более таких взрослых гостей. Вот, в целом, все очень приятно, очень комфортно, очень отличный отдых, отличный отель, прекрасное место. Опять же, для тех туристов, у которых хотят прогуляться, есть набережная, которая вдоль пляжа проходит. За территорией отеля инфраструктуры никакой нет. Коммунистая плита, она буквально сантиметра 5-10, просто небольшая корочка, вот она у кромки воды находится. То есть, ее просто перешагнуть и все. Ну, вот, то есть, все остальное дальше уже вообще, то есть, без камней, без ничего, то есть, небольшая корочка. Вот, поэтому отель мне прям очень зашел, и я прям рекомендую. Это еще, в принципе, отели даже, которые расположились рядом, даже по карте можете посмотреть. Эта зона Сахар-Хашиша очень приятная, очень комфортная, и выбор там отелей с хорошим сервисом, с хорошим уровнем, им достаточно велик. Едем мы с Анаши, и мы приезжаем уже к Макади Бэйл. Это отель Sunrise Royal Макади, Аква Резорт. Вот, здесь прям огромный отель, и он очень такой, знаете, гармонично, интересно сделан. Здесь, вот, если, допустим, Long Beach, он тоже был достаточно большой отель, вот, но здесь как-то вся, вся, вся активность, они очень грамотно распределены, и нету зон каких-то таких, где не будет какой-то активности. То есть он очень активный отель, то есть для активного туриста, для отдыха с детьми, для туриста, который хочет, чтобы у него была активная, классная анимация. Здесь прям аниматоры ходят по территории отеля, что-то вот придумывают, они куда-то всегда зовут, то есть пусть это будет день, пусть это будет вечер. Это прям, прям вот, достаточно хорошая, активная анимация. К примеру, вот, по своему впечатлению, вроде уже, знаете, был вечер, выходим из ресторана а-ля карт, и вот, как будто, вот, какая-то, какая-то тусовка большая. И взрослые, и дети, и все чем-то занятые, и аниматоры к нам подбегают, и что-то предлагают, пойдемте туда, пойдемте на шоу, пойдемте там, какие-то еще игры. Вот, поэтому прям, прям, очень активный отель с хорошей инфраструктурой, отличный здесь, отличный аквапарк, он новый, буквально ему года 2-3, прям, прям практически, можно сказать, свежий. Здесь потрясающий пляж, отличный заход в воду, плюс здесь есть шикарный коралловый риф, и туристы, которые заходят, приезжают в отель, они могут насладиться как прекрасным пляжем, так и отличным коралловым рифом. Путь до рифа можно либо, соответственно, с пляжа, либо прямо напротив песочка есть понтон, и как раз по этому пирсу можно добраться до, как раз, кораллового рифа. Здесь он действительно прекрасен по меркам кургада, опять же, повторюсь, вот, но то, что это есть прямо возле отеля, это прям огромный-огромный плюс. Поэтому отель можно прям действительно рекомендовать. Номера, единственный момент, они достаточно, ну, все здесь в порядке, как бы без каких-то моментов, но они немножечко старенькие, больше они старенькие в моральном плане, то есть достаточно старая мебель, но достаточно ухоженная, то есть все. То есть отель, несмотря на то, что достаточно хорошее здесь питание, активные отели и так далее, вот номера, они немножечко староваткие, можно так сказать, но не прям, чтобы это сильно как-то портило отдых. Отдых. Но его, конечно же, абсолютно нужно рекомендовать именно туристам активным, чтобы их отдых был именно вот в таком формате, а не просто лежать на пляже и ничего не делать. Вот здесь так тоже можно будет, но от вас не отстанут аниматоры, поэтому к этому нужно знать. Едем с вами дальше. Я вижу вопрос, касательно 300 метров по щиколотку, я не помню, что там 300 метров. Честно, возможно, могу ошибаться, но там достаточно хороший заход в воду и до рифа можно как бы допустить абсолютно спокойно, то есть окунувшись полностью, не по дну идти, все-таки до рифа, даже риф, не на поверхности находится прям воды, поэтому здесь вполне, как помню, нормальный заход в воду, по щиколотку не надо идти. Потихоньку мы с вами перелетаем из Кургады до Шарм-эль-Шейха. Занимательный факт, помню, когда мы перелетали из Кургады в Шарм-эль-Шейх, это был самый мой короткий перелет, он был от момента взлета до момента посадки ровно 15 минут, там 14-50 с чем-то. Вот, лететь очень-очень быстро, поэтому если вдруг ваши туристы захотят слетать из Кургады в Шарм-эль-Шейх или обратно, знайте, что это сам перелет очень короткий, но больше вы пребываете в аэропорту. Итак, Курортная зона Шарм-эль-Шейха, также быстренько пройдемся мы по зонам Курортного Шарм-эль-Шейха. Начнем мы с, так скажем, южной части, это район Шарм-эль-Мая, здесь достаточно, он напоминает Эль-Дахар, это старый город, здесь туристы, когда живут прямо, собственно, в Атех, выходят из Кургады, сразу же практически к старому городу, здесь абсолютно вся инфраструктура, колорит, здесь все есть. Как вы знаете, прекрасно, что зона Шарм-эль-Шейха, она достаточно скалистая и коралловая, вот, и не так много мест, которых можно туристам зайти в море прямо с берега. Как раз район Шарм-эль-Мая, это один из немногих районов, когда можно туристам прямо зайти с пляжа в море. Отмечу, что этот район очень пользуется популярностью вне сезон, потому что, можно посмотреть на эту, который расположился в районе Адаба, здесь он защищает Шарм-эль-Мая в период сильных ветров зимних в Египте, и сюда приезжают туристы, потому что здесь до них не доходит практически ветер, потому что мысль берет на себя весь, так скажем, удар. Район Шарм-эль-Мая, здесь, собственно, хороший заход в воду, рядом инфраструктура. Соседний Адаба, здесь уже начинаются у нас коралловые рифы, здесь очень красивые коралловые рифы, здесь сюда приезжают любители снорклинга, также территория, за территорией отеля огромная инфраструктура, все есть, и кафешки, и рестораны, абсолютно все. Здесь прям практически пешей доступности, поэтому любителям активного отдыха можно также его выбирать. Район Намабэй, в принципе, думаю, не нуждается в каком-то представлении. Напомню, что это самый веселый, самый молодежный курорт, здесь огромное количество ночных клубов, баров, ресторанов, здесь постоянно будет музыка, здесь очень-очень-очень весело, и здесь также есть возможность захода в воду с пляжа. Но, помимо всего прочего, чуть дальше здесь есть и коралловый риф небольшой, где можно и посмотреть на рыбу. Поэтому для молодежи, конечно же, Намабэй – это прям топчик. Его можно предлагать именно молодежи, которые любят тусоваться и постоянно что-то делать за территорией отеля. Естественно, инфраструктура полным-полно, многие даже из других районов приезжают сюда. В Шарксбэй здесь расположился у нас и район Монтазан, это непосредственно близость к аэропорту, очень близко добираться до него. Это уже тоже такие скалистые регионы, здесь отели в большей степени выполнены таким террасным образом. То есть прекрасный вид на остров Тиран, который раньше был египетским, сейчас он живет в Саудовской Аравии, поэтому можно наблюдать берега Саудовской Аравии не только при рассвете, они видны, когда хорошая погода, когда рассвет, можно увидеть берега Саудовской Аравии, ну и как раз красивейший остров Тиран. Сюда до сих пор иногда привозят, ну, к побережью, да, не прямо к самому уже острову, потому что здесь расположились очень классные коралловые рифы. Здесь расположились, еще раз повторюсь, отели с таким террасным образом, выполненными такими ступеньками, про некоторые из них сегодня поговорим. Между Шарксбэем и Монтаза расположился район Соха, где тоже можно выйти погулять по бутикам. Здесь же расположился магазин Дьюти Фри, что в Хургаде, что в Шарм-эль-Шейхе. Когда вы прилетаете в течение трех дней по посадочному талону, можно посетить этот магазин. Выбор, честно могу сказать, там не супер какой-то огромный. Собственно, в принципе, в аэропорту Шарм-эль-Шейхе выбор, мягко говоря, так себе. Но что есть. Поэтому в любом случае прогуляться по Соха обязательно хоть раз стоит. В основном это сюда приходят уже нарядными. На других посмотреть, себя показать, где-то вкусненько покушать за территорией отеля и немножечко пошопиться. Ну и, конечно же, всем известный район Напк, самый большой туристический район. Здесь расположилось огромное количество всеми нами любимых отелей. Напк условен тем, что здесь большие-большие пирсы и понтоны. Потому что вся зона прибрежная, она изрезана коралловыми рифами. И здесь, к примеру, вот, допустим, в Шарксбее понтоны или пирсы могут быть всего 30 метров. Это вообще, считайте, ничего по меркам Шарм-эль-Шейха. Здесь некоторые доходят до километра. Вот поэтому, как такового захода в море здесь нет. Плюс вне сезона здесь очень сильные ветра, но благо сейчас у нас сезон, поэтому здесь, в принципе, все хорошо. Отличительная особенность, в принципе, курортов Шарм-эль-Шейха, то, что практически в каждой курортной зоне за территорией отеля есть какая-то инфраструктура. То есть куда-то там далеко ехать, если туристы хотят купить там манго или какие-то, не знаю, кальян или что-то подобное, в общем, любую сувенирку, все, в принципе, есть за территорией отеля. Никуда выходить не надо, никуда ехать далеко не надо, все есть рядом. Но, опять же, если только познакомиться с центром Шарм-эль-Шейха, смотреть на мечеть или там где-нибудь потусоваться, то, конечно же, в этом плане, конечно, стоит выехать. Начнем мы наш экскурс по отелям. Как всегда, с центром Шарм-эль-Шейха расположилось два отеля на берегах Шарм-эль-Шейха. Первый отель – это Риксов-Шарм-эль-Шейх. Это отель только для взрослых, принимает гостей от 16 лет. И что можно сказать? Это очень клевый, молодежный, веселый отель. То есть, несмотря на то, что есть вот этот отель только для взрослых, здесь именно нацелен на тусовки. Прибрежная линия практически вся изрезана в небольших барах, зонах, где расположены ночные клубы, различные тусовки. Их несколько, то есть в разные дни, в разных местах проводятся какие-то вечеринки. Они действительно масштабные, много-много народу, много молодежи, очень весело, клевая музыка играет, диджеи, в принципе, играют практически по всей территории. Очень все, достаточно активно. Территория большая, она немножечко расположилась, скажем, на небольшом холме, поэтому немножечко нужно вверх-вниз будет ходить, особенно, когда вы направляетесь в сторону ресепшн, но это не страшно, потому что по территории ездят баги и всегда могут вас довести до нужного вам места. Прекрасная кухня, прекрасный бар работает по системе питания Ultra All-Inclusive, но отмечу, что не премиум. То есть здесь не включены премиальные напитки, то есть иностранные напитки, они, конечно же, будут, но линейка более таких дорогих премиальных здесь в отеле недоступна. Отель соединен дорожкой с отелем Rixos Premium Seagate, он расположился где-то в минутах 15-10 пешком от, соответственно, Rixos Sharm el-Sheikh, и между ними ездят баги, в принципе, достаточно часто, поэтому туристы могут пользоваться территориями отеля Rixos Sharm el-Sheikh и Rixos Premium Seagate, но есть некоторые условия, то есть с учетом того, что Rixos Sharm el-Sheikh у нас 16+, соответственно, туристы, которые живут в Rixos Premium Seagate, они могут пользоваться территорией Rixos Sharm el-Sheikh только если им более 16 лет. То есть если с детьми, туда, к сожалению, нельзя, можно сдать детей, допустим, в детский клуб и пойти потусоваться в Rixos Sharm el-Sheikh. Вот, либо если туристы отдыхают без детей, то можно спокойно пользоваться территорией. Вот, но, к примеру, для туристов Rixos Sharm el-Sheikh они могут пользоваться абсолютно всей инфраструктурой, всей территорией отеля, но для них недоступны премиум напитки, которые есть в Rixos Premium Seagate. То есть бар будет немножечко срезан, то есть условно какой-то там Blue Label или какой-то дорогой Hennessy туристы из Rixos Sharm el-Sheikh на территории Rixos Premium Seagate не получат, вот, к сожалению. Вот, в принципе, вот два таких небольших условия. Но Rixos Premium Seagate, конечно, в плане, допустим, своей кухни буфета, он выше абсолютно точно, больше выбор морепродуктов, различных таких интересных блюд, поэтому пора точно нужно будет ездить, сходить на ужин сюда, в Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm el-Sheikh, для того, чтобы все отведать. Ну и, конечно же, рестораны Alacart здесь также доступны. Вот, что касательно, в принципе, инфраструктуры Rixos Premium Seagate, здесь все прекрасно, есть потрясающий детский клуб, он огромный, расположился в зоне, которая расположилась на второй береговой линии, также там расположился аквапарк и небольшой парк аттракционов, который идет за дополнительную плату, поэтому можно приходить туда с детьми, и там занятие будет абсолютно на целый день. Территория здесь, в Rixos Premium Seagate, она более такая пологая, можно спокойно гулять, вверх-вниз не вам ходить не надо будет. Вот, ну, лично мне территория больше нравится в Rixos Sharm el-Sheikh, чем в Rixos Premium Seagate, но, конечно же, сервис в плане, опять же, ресторанов и баров здесь намного выше. Плюс, конечно же, когда приезжают какие-то звезды в отеле Rixos Sharm el-Sheikh, конечно же, они выступают на территории Premium Seagate, потому что здесь есть огромная-огромная-огромная такая зона, сцена, где выступают мировые артисты. То есть там Таркан приезжал, вот они как раз под него, его, эту зону переделывали где-то год назад-полтора. Вот поэтому все здесь прям очень прекрасно. Касательно входа в море. Rixos Sharm el-Sheikh, здесь пирс где-то порядка 300 метров, в принципе, небольшой, и дальше можно купаться, там, конечно же, коралловый риф, прогуляться чуть-чуть, и все, вы уже купаетесь в море. В Rixos Premium Seagate немножечко другая ситуация. Здесь огромный-огромный пирс длиной километр. Вот, по пирсу, это единственный пирс в Египте, по которому разрешено ездить на багги, поэтому туристы не нужно ходить километр для того, чтобы искупаться в море, они могут сесть на багги и доехать до, собственно, конца пирса, где будет раздевалка, где будет небольшой бар. Где можно будет взять ласты, маски, трубку, все для того, чтобы купаться и посмотреть на коралловый риф. Риф прекрасный, здесь очень красивый, живописный, разнообразный, поэтому будет чем заняться. Вот, поэтому не стоит переживать, что очень-очень долгий, длинный пирс. Также отмечу, что есть несколько спусков в течение всего вот этого километра в пирсе для того, чтобы сесть и окунуться в лагун. Вот, но обычно у лагуна, особенно в зимнее время, намного холоднее, чем вода в лагуне, чем, собственно, в море, потому что когда вы потрогаете даже, допустим, в декабре, в январе воду в лагуне, там вроде, да, пару сантиметров глубина, холодная вода, а в море намного теплее, потому что там идут различные течения. Вот, такие два замечательные отеля, один из лучших отелей в Египте со стороны Шарм-эль-Шейхам, поэтому обязательно своим туристам рекомендуйте. И следующий отель – это Royal Albatros Moderna. Также очень современный, достаточно приятный, хороший отель с большой территории, действительно территория у него очень большая, хорошие современные номера. Зона есть для детей, она как раз находится, зона аквапарка, точнее, она находится чуть-чуть поодаль от основной зоны. Есть также зона без детей, более спокойная, где не играет музыка, где спокойно можно отдохнуть, почилить, и никто вас не будет трогать. Ну и, конечно же, зона пляжа, основная зона, она достаточно активная, здесь постоянно проводится какая-то анимация, здесь прям много всего происходит, достаточно хорошее питание здесь, ну и, в принципе, очень яркая, насыщенная анимация, постоянно что-то происходит, как и для детей, так и для взрослых, то есть стрельба из лука, волейбол, водное поло, различные вечеринки проходят здесь также, то есть можете попасть на, допустим, холли-пати в индийском стиле, где будете бросаться друг к другу краской, ну и для детей также вся инфраструктура, детские бассейны с подогревом, зимой, в принципе, все очень качественно и очень хорошо, отличный отель для как семейного отдыха, так в целом и для молодежного отдыха, и в плане питания он выше, можно так сказать, чем какие-то обычные пятерки, которые расположились в Египте, вот, поэтому отель можно и нужно абсолютно спокойно рекомендовать туристам, в плане инфраструктуры, в плане ремонта, здесь в целом все достаточно хорошо, номера достаточно современные, ну, не то, что у них прям была реновация, прям на днях, вот, но все достаточно свежо, то есть каких-то нареканий по именно самим, так скажем, самому отелю, мы вряд ли будет у туристов, и наши заключительные отели уже потихоньку, это Nubian Island Hotel и Nubian Village. Nubian Island – это два отеля, у которых общая территория, но мое сердечко отдано Nubian Island, потому что он действительно безумно зеленый отель, прям один из, наверное, самых зеленых отелей Шарм-эль-Шейха точно. Да, действительно, отелю немножко не повредит косметический ремонт, потому что территория, она, ну, всякие плитки, вот это все, всякие инсталляции, немножечко-немножечко это всему стоит уделить внимание, и номерам тоже стоит уделить внимание в плане косметического ремонта, но здесь потрясающая зеленая территория. Вы когда идете от главного корпуса в сторону пляжа, ну, прям действительно, такое впечатление, что вы где-то, ну, не в Египте, потому что очень зелено. Плюс очень живописные виды открываются, когда вы подходите уже к пляжу. Здесь с левой стороны и с правой стороны расположились два таких холма. С левой стороны вы можете зайти, посмотреть, собственно, с высоты на ваш пляж, на достаточно небольшой понтон, он где-то метров сто, где-то для напка это вообще, считайте, сразу же заход в воду. Плюс отмечу, что здесь расположились различные всякие инфа-фигуры, где можно там пофоткаться, я люблю Nubian Island, качели и так далее. В общем, виды открываются очень живописные, прям рекомендую. Ну и внизу спускайтесь, расположился достаточно небольшой, но уютный пляж, есть бар на пляже, и здесь прям потрясающий коралловый риф. Вот если брать именно отельные коралловые рифы, наверное, здесь мне как-то они понравились, ну вот в разы больше. Прям очень-очень-очень клево, прям сразу же как будто в глубину, и риф прям в оу, прям очень-очень классный. Несмотря на то, что заход, как бы, ну, сразу начинаются кораллы, как и в любом отеле Nubka, там, в принципе, посидеть можно. То есть, как бы вы переступаете через эти коралловую корку, и есть небольшая зона, где можно просто окунуться, можно сказать, полежать, посидеть в воде, вот по плечи. Вот, в целом, это тоже многие пользуются и находятся в воде прям недалеко от своего лежака. Здесь достаточно активная анимация, здесь, в принципе, есть хорошая инфраструктура, за территорией отеля можно прогуляться, на территории отеля также есть небольшие магазинчики, если прямо ушли, куда-то идти. В общем, в целом, несмотря на то, что действительно отелю нужно вот косметический ремонт, но ему вот постоянно ему нужно. Вот сколько раз я здесь был, вот он вроде всегда держится на одном таком уровне, что ему не может быть косметическим ремонтом. И вот держится он в 2015 году здесь, и вот так вот потихоньку, 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 вот каждый раз ему нужен косметический ремонт. Но в целом, каждый раз потрясающее впечатление о нем могу оставить, прям безумно нравится. Отмечу, что для более спокойного отдыха лучше выбирать категорию бунгало, не стандартные номера, которые расположились в главном корпусе, потому что главный ресторан, он, прошу прощения, лобби-бар, он расположился в главном корпусе, и все туристы сидят вот как раз на зоне возле бассейна, и до 12 часов очень разговаривают, пока работают, и может, да, еще и дольше будут разговаривать. Вот, поэтому если туристам хочется более тихо, спокойно, лучше выбирать бунгало, чем номера стандарта, которые располагаются как раз возле главного бассейна. Действительно, достаточно громко, вот, сам не одну ночь здесь провел, громко говоря, поэтому знаю, о чем говорю. Вот, касательно Nubian Village расположился, он, ну, собственно, если вот давайте мы вернемся вот к этой картинке, здесь у нас, то есть, мы дошли с территории, по левой стороне, можно так сказать, вот так вот зашли с территории Nubian Island на пляж, здесь справа начинается территория Nubian Village, она, у нее, знаете, как будто своя небольшая такая набережная на возвышенной стене, и, собственно, отель со своей инфраструктурой территории, вот, собственно, на пляж со стороны Nubian Village. Он не такой, уже зеленый, но здесь очень много инфраструктуры для детей, то есть, в большей степени я бы, наверное, сказал бы, что Nubian Village это более семейный отель, а Nubian Island это более молодежный, хотя, в принципе, туристы как-то вот они и там, и там, собственно, находятся, и какого-то прям четкого разделения нету, но вот по своим таким впечатлениям я бы так разограничил. В целом, конечно же, мне очень намного больше нравится Island, поэтому рекомендовать буду к заселению его, потому что он зеленый, он красивый, вот, но прогуляться по территории Nubian Village можно, потому что, опять же, своя небольшая набережная, там расположились очень клевые рестораны а-ля карт, прям всегда советую посетить ресторан а-ля карт, который расположился в Nubian Village прям на вот этой, назовем это так, набережный, здесь безумно вкусно, вот из года в год, сколько раз здесь бывал, безумно вкусный ресторан а-ля карт, один из самых вкуснейших, который я пробовал рыбных в Египте, это точно, огромный выбор блюд, безумно вкусно, прекрасные виды открываются, ну, в общем, супер, прям абсолютно рекомендую сходить, как минимум, сюда, в рыбный ресторан, насколько я помню, он здесь платный, вот, но он стоит того, то есть, даже если, там, не дороже, вот 10 долларов, посещение, может, 15 долларов, поверьте, это очень клево, очень. И последний отель на сегодня, это Sunrise Arabian, Beachground Select, отель расположился у нас в бухте Sharks Bay, отмечу, что это очень клевый отель, конечно же, в плане сервиса он уступает отеле Rixos, но у него, вот, для Египта это потрясающий отель с хорошим сервисом, прошу прощения, с хорошим сервисом, с безумно красивой территорией, необычной, и давайте сейчас начнем рассказ про него, в общем, я прям обожаю отель, это вот, наверное, если не брать Rixos Sharm el Sheikh, да, и зеленый Nubian Island, это, наверное, вот, по сочетанию там, всем, это вот лучший отель Шарм el Sheikh, по моему скромному мнению, со своими минусами, конечно, но плюсов здесь гораздо больше, он расположился в бухте Шарксбэй, Шарксбэй, во-первых, это очень живописное место, прям, действительно, даже, когда вы находитесь на пляже, вот эта небольшая бухта, вот, все это, скалы, это прям, ну, прям, очень радует глаз, начнем с того, что территория отеля, она выводена террасами, то есть, как ступеньками, такими, можно сказать, то есть, вверх, нужно из главного корпуса, да, до пляжа спускаться постоянно вниз, обратно подниматься, но, в принципе, это не так серьезно, потому что вокруг отеля по периметру ездит местный автобус, баги, ну, не баги, больше, как такой открытый большой автобус, и всех туристов развозят по, собственно, до пляжа и по бокам территории отеля. Все хорошо, единственный минус этого автобуса, он бензиновый, немножечко дымит, но, опять же, я абсолютно не обращал на это внимания, меня это никаким образом не трогало, но вдруг вашим туристам это будет важно, поэтому имейте в виду, что он бензиновый. Каждая площадь, ну, каждый квадратный метр этого отеля, он сделан, выполнен, мы прям с умом, то есть первая терраса, это, собственно, главный корпус, это лобби, это ресепшн, далее спускаетесь, это главный большой бассейн, буфет, главный ресторан, рестораны а-ля карт, в принципе, тоже в этой зоне распределились. Дальше мы спускаемся вниз, и вот на таких вот раз ступенька, ступеньку заняло один из корпусов, условно, сразу ступеньку занял прекрасные, прекрасные горки. Ступеньку дали какой-то садик, то есть каждую вот эту ступеньку, так скажем, эту террасу большого отеля будет занимать вот что-то, и это что-то будет настолько гармонично вписываться во весь интерьер, что это будет прям вау. И, конечно же, очень клево, что не нужно будет постоянно ходить вам, так скажем, под наклоном, потому что террасы, они ровные, просто нужно будет в какой-то момент спускаться. Есть также дорожка такая, которая идет, в принципе, от практически до низа, что-то на подобии пандуса для туристов с колясками, да, вот, конечно, не самое кайфовое подниматься вверх-вниз на коляске, с коляской, но, тем не менее, такой вариант тоже есть. Внизу расположился небольшой, но уютный пляжик, есть итальянское бестро прямо на пляже, чтобы далеко не подниматься за едой. Здесь небольшой буквально пирс, он выдается метров реально на 30-20, прям совсем небольшой, но очень такой приятный, кайфовый, хороший спуск вниз к рифу, есть такие зоны типа гамаков, где можно поваляться вдоль как раз этого пирса. Сама вот эта зона, которую, видите, более лазурного цвета, это как раз зона коралловая, там, в принципе, можно посидеть, но как бы все равно коралловая корка достаточно большая, чтобы переступить без тапочек. Вот, коралловый риф достаточно приятный, не супер, допустим, как мне понравился в Нубинайленде, но тем не менее он есть и достаточно красивый рыбок, кораллы увидеть, естественно, можно, даже нужно. Вот, поэтому территория отеля вот таким террасным способом сделана, но она прям вот безумно красиво, живописно, особенно, когда вы находите на пляже, видите, вот эти террасы за вами, они как сады Семирамида, чудо света, вилонское расположилось, ну, прям очень красиво, плюс, конечно же, вот, допустим, вот эта фотография сделана с рыбного ресторана, который, отдельное здание, расположилось на скале с шикарным видом как раз на бухту, на сам отель с левой стороны, в общем, куда бы вы ни сели, там будет потрясающий вид, как на отель, так и на море. Также отмечу, что есть номера Swim Up Executive, это номера, которые расположились прямо самые ближайшие к пляжу, там шесть номеров таких на первом этаже и шесть номеров на втором этаже, и, соответственно, бассейном пользуются номера, те, которые находятся на первом этаже, то есть, как бы на три номера один бассейн, вот, плюс у этих номеров Executive Swim Up, это как раз они работают по системе Grand Select, у них Ultra All Inclusive 24 часа, в то время, как у всех остальных туристов только до 12 ночи All Inclusive работает, и у них отдельная зона для завтрака, которая работает по меню, либо, так скажем, вот, что вы захотели, то вам и принесут, то есть, эта зона находится прямо вот между пляжем и их номерами, то есть, вы сюда приходите, говорите номер комнаты, садитесь на любое свободное место, и вам приносят либо меню, либо просто говорите, что там, хочу карасан с красной рыбой, там, яйцом пашот, вам это все приносят, естественно, официанты, уже никакого шведского стола нету, можно пользоваться, очень клево, очень вкусно, никуда идти не надо, и с красивым видом, с кайфом можно посидеть и покушать, позавтракать, а также у номеров, у посадцев этих номеров доступны баги, которые по звонку приезжают, то есть, они могут не пользоваться вот этим автобусом, который ходит, там, условно, его нужно ждать какое-то энное количество времени, то есть, вы можете позвонить из номера и сказать нам, нужен баги к такому-то номеру, и к вам уже личные баги приедут, в основном они как раз возле вас там где-то тут. Вот, отель прям, ну, действительно, очень любимый, несмотря на то, что здесь есть анимация, здесь есть анимация, она находится немножко нашей, так скажем, возле ресепшена справа, чтобы не мешать туристам отдыхать на территории, она, как бы, достаточно классическая, то есть, чего-то прямо вау здесь нет, то есть, отель, он больше такой спокойный, спокойный для спокойного отдыха, для романтического отдыха, но, опять же, если захочется анимацию, вы ее можете найти, то есть, какие-то вечерние шоу, все это есть, но это немножечко в сторонке, чтобы не мешать, грубо говоря, туристам отдыхать, вот, поэтому отель прям рекомендую, здесь хорошее, очень хорошее питание в валя-карт ресторанах, хорошее питание в буфете, в главном ресторане, то есть, все, все прекрасно, прям, отличные, отличные номера, территория, все, все очень классно, прям рекомендую, мой большой, мой большой рекомендацион по этому отелю, прям, один из любимых, действительно, вот, в принципе, дорогие коллеги, в целом, на сегодня все, если у вас есть вопросики, я на них с удовольствием отвечу, если у вас вопросиков нет, то я задам вам вопрос, и кто первый ответит правильно на него, тот получит от нас подарок, в принципе, вопросиков я не вижу от вас, давайте тогда я задам вам вопрос, и кто первый ответит в комментариях, в чате, тот получит подарок, итак, вопрос немножечко не по вебинару, но мне прям захотелось проверить ваше знание по Египту в целом, вот, но по нашему продукту, скажите, пожалуйста, сколько отелей по нашим концепциям есть в Египте на данный момент, такое количество, так, все, есть правильный ответ, Лилия, Пардоненко, Лилия, поздравляем, все верно, у нас 4 отеля работают по концепции, Лилия, пожалуйста, напишите нам письмо на эту почту, и мои коллеги скажут вам, как вы сможете забрать ваш подарок, дорогие друзья, презентация у нас будет доступна в рамках архива вебинаров, но, в принципе, если нужна презентация, я вот сейчас разрешу скачивание ее, можете ее скачать, но в целом в архиве вебинаров совсем скоро будет. Итак, дорогие друзья, всем большое вам спасибо за внимание, хорошая вам неделя, у Евгения тоже рад, что вам понравилось, хорошая вам неделя, и всего вам самого наилучшего, до свидания.